Всем привет! Хочу поделиться обновкой. Это у нас тестер для тормозной жидкости. Очень такая простая, но нужная вещь. Показывает содержание воды в тормозной жидкости. И благодаря ей можно будет убедиться в том, нужно ли вам менять тормозную жидкость. Потому как зачастую клиенты приезжают, задают вопрос, нужно ее менять, не нужно. Единственный аргумент, который можно довести, это интересуйся, когда вообще ее меняли. Зачастую вопрос никогда. И только тогда приходишь к выводу, что ее все-таки нужно поменять. А так теперь можно будет измерить. И уже наверняка убедиться в том, что нужно, не нужно ее менять. Работает он очень просто. Здесь у нас в шкала, где показывается процентное содержание воды. Включаем его. Видим, что сейчас ноль показывает. При опускании его в тормозную жидкость шкала изменяет свои измерения. И благодаря этому можно будет... То есть вот меньше 1-2% это считается окей. Все хорошо. 3-4% это уже во внимание. Если больше 4-х, то нужно менять. Сейчас мы на примере Opel Vectra измеряем содержание воды тормозной жидкости. Заодно узнаем, нужно или нет менять нам в этом автомобиле. Для сравнения. Вот у нас новая тормозная жидкость. Нальем немного ее в крышечку. И проверим в новой. Видим то, что индикатор не меняется. То есть жидкости нету воды. И раз уже сравниваем, давайте возьмем воду. Просто нальем ее в крышку. Обычная вода. И так же само проведем эксперимент. Сейчас у нас индикатор горит. Оп. Все. Зашкаливает. Воду показывает отлично. И так вот у нас Opel Vectra. Меряем, смотрим. Бачок уже открытый. Тормозная жидкость на месте. Как я и говорил, включаем. Загорается индикатор. И опускаем тормозную жидкость. И он у нас показывает то, что жидкость необходимо заменить. Потому что содержание воды в ней более 4%. Повторно то же самое. Так что на этом автомобиле мы будем менять тормозную жидкость. И в следующем ролике вам покажем полную замену тормозной жидкости. Кому интересно, подпишитесь, чтобы не потерять канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова